Подключают видео, но выключают микрофоны. Итак, стол открывает госпожа психопатка. Пожалуйста, у вас минута. Доброе утро, город. В прошлый день игры я пообещала рассказать вам, что такое тезис Мирабель. Тезис Мирабель – это когда человек выбирает тему, важную для города. Например, внимание. Даже сейчас, когда мы смотрим на камеру, можно уследить мимику, жесты, вещи, которые вы привыкли видеть за столом. После чего использовать эти навыки для того, чтобы распознать вторую команду. Для Красного города такое внимание особо полезно, так как труднее проследить, например, маякование. Поэтому, Красный город, призываю вас быть внимательными к таким вещам. То есть, мы поговорили о вещи полезных города, привязали к мафии и приложили победный посыл. Что и это была речь по тезису Мирабель. Ее, конечно, можно использовать длиннее для соответствия времени. Но, в любом случае, это самая лучшая речь на первом месте. Спасибо вас. Спасибо. Спасибо и вам. Пожалуйста, минуты игрока номер два. Господин Циник. Доброе утро, город. Ну, вроде, так, ничего, первый игрок. Но психопатка может быть хорошо на первом номере за любую карту. Это не дает мне красного цвета. Но мне, кстати, хочется сказать, что очень тяжело следить за эмоциями по камерам. Поэтому, за моими камерами особенно тяжело. Поэтому посыл хороший, но у меня он был не... Ты, если Мирабель, знаешь, такой посыл был для меня не очень полезный. Ну, и, в принципе, я знаю, что схватка будет хорошо на первом номере. Но дальше в позиции надо посыпиться. Кстати, я не хочу осторожно очень поиграть в первом номере. Очень осторожно поиграю. Но это пока. Потом, очень возможно, переобуюсь. Так что, пока играю, но очень осторожно. Играю один-два, где два уверена, а один очень осторожно. И сказать, что я сейчас не могу играть, потому что я очень плохо вижу реакции людей. И очень плохо вижу то, как реагируют. Это вот проблема этой игры онлайн. И у вас время. Спасибо. Минута три. Доброе утро, город. Ну, главное, чтобы, когда вы вживую хорошо видели эмоции людей, мы за вас порадуемся. Этого будет достаточно. Вирус скоро пройдет. Теперь, что касается первого игрока, я не соглашусь ни с докладом, ни первого игрока, ни с тезисом, который она озвучила. Потому что, научившись более-менее связанно говорить такие речи, за ними очень легко спрятаться черному игроку, задвинуть какой-то очень красный посыл, с которым никто не может не согласиться. И просто вынуждены играть, несмотря ни на что, иначе будет паранойс. Для меня самые идеальные речи, это которые раньше я рассказывал. Это спонтанный поток мыслей, ни о чем. Чтобы оценивали только тебя, только твои эмоции, только темы твоего разговора. Вот. Я пока оставлю за скобками. И первого, и второго игрока не хочу играть, но не даю им света. Ни с первым, ни с вторым не играю. Играю исключительно с третьим игроком. У вас время. Спасибо. Пожалуйста, минута игрок номер четыре. Доброе утро, город. Я очень согласна с предыдущим оратором. Играю с тройкой, не играю с единицей. И не знаю, почему двойка так осторожничает. Если не понравилась речь первого игрока, почему это очень осторожно. Еще просьба к игроку номер два. Я понимаю, что это самый выгодный ваш ракурс. Вот такой профиль как-то снизу. Но проще, когда видишь фас, и так как бы сложно играть. В общем, если бы вы повернулись лицом в камере, игрок номер два было бы очень здорово. Пока играю с третьим игроком, и по эмоционалу, и речь как бы в моей мысли передает. Первый игрок, как бы такая вот заученная, подготовленная речь, не очень хорошим исполнением, как-то мне не зашло. Десять секунд. Всем желаю хорошей игры. Для меня это первый опыт. Очень интересно, что это проходит. Два, 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 три, мя. Спасибо. Пожалуйста, минуты пять. Доброе утро, город. Я позволю себе сыграть абсолютно непозиционно. Значит, единица мне не понравилась по ее, то есть по ее тезису вообще, как текла речь. Абсолютно не понравилась. Но с другой стороны, мне понравился циник, мне понравился игрок номер два. Несмотря на то, что он сыграл с единицей, с которой я не играю. Мне не понравилась речь единица, а вот речь циника мне да понравилась. Несмотря на то, что он взял ее. То есть в его эмоциях я как бы прочитал более красную речь, это мне понравилось. Я поиграю с двойкой. Также я хочу поиграть с тройкой, который не взял двойку. Я играю абсолютно непозиционно, так что что хотите, то и думайте. Я поиграю с тройкой, поскольку он правильно расставил акценты, но не взял циника. Короче, я играю два и три. Четыре я не играю, потому что она взяла... Четыре я не играю, потому что она полностью повторила речь двойки и ничего нового вообще абсолютно не сказала. Абсолютно. Короче, играю два, три. И у вас время. Спасибо, пас. Спасибо. После слова пас мы не говорим на будущее. Пожалуйста, минута шесть. Доброе утро, город. Мне речь первого игрока... Ну, просто мне особо нечего по ней сказать, потому что бурных эмоций в хорошую, неплохую сторону она не вызвала. Так что я пока за скобки возьму первого игрока. А дальше уже как бы второй игрок тоже поосторожничал, взял за скобки, все дела. И сказал... И мне понравилась речь второго игрока, то есть я согласна с его позицией. Эмоционал был, как всегда, обычный, нормальный, спокойный. И, значит, три, в свою очередь, у нас... Как-то сложно... То три, я уже запуталась. Ладно, неважно. А, да, вот, короче, три, значит, я нашла. Господин Дизель сказал вот такую речь про то, что вот ни с кем он не поиграет. И мне позиционно не очень подходит, но это его выбор. В принципе, четыре мне понравилось тем, что сначала сказала... Как будто мне послышало, что сначала она первым игроком понравилась, с первым игроком играю, а потом не нравится, не нравится. Спасибо. Пожалуйста, минуту семь. Смотрите, у меня для меня психопатская речь у нее серая. Я оставлю ее за скобками. Я не понимаю, что вы увидели там в двойке, нашли там что-то хорошее, эмоционал. Двойка тоже для меня серый игрок. Я поиграю с Дизелем, я поиграю с Солнышкой. Вот так вот. Дизель для меня покраснее, чем Солнышко. А я прошу проверку в шестого игрока. Мне шестой игрок в госпожа Архибида не понравилось. Если вы играете с компьютера, у вас не должно быть, чтобы у вас, если киша зал кто-то, и у вас господин Дизеля. Поэтому я поиграю 3-4. И прошу проверку игрока номер шесть. Циники психопатская для меня серый. Буду слушать остальных. Самый красный игрок. Желаю победу городу. Спасибо, Пас. Спасибо. Пожалуйста, минута восемь. Кто у нас? Госпожа Элис. Она отвалилась. Ждем. Тайм-аут. По игре не говорим. Отвалилась Элис, отвалилась Польза. Пользу уже обвернули. Да, уже обвернули. Где она? Только что я видела, она нажимала. Вон она есть. Включи опять переименуйся. Пять. Десять Пользы. А что с Элис? Ждем. Кто отваливается, получает отрицательные допы. Не, ну это, к сожалению, от игроков не зависит. Получаем отрицательную карму. Хотя я сейчас чувствую, я ничего не помню. Ну, Элис, Элис. Кто такая Элис? А что случилось? Она тоже отрубилась? Вырубай камеру, Элис. Включи микрофон, Акность. А что это за девочка? А где она живет? Ну, давай, подпеваем. Вдруг она не курит, а вдруг она не пьет. Если вы будете петь, она так быстрее придет. Хотя бы весело. Я пишу ей сейчас. Она меня за эту песню чуть не убила. Может быть, у нее... Что это за наркоманские песни? Скорее она придет. А мы такой компанией возьмем, да и припремся к Элис. Элис? Элис. Да, такая Элис. Нет, все-таки ирландская версия веселей. Хотя не прилипает. Красиво улыбается, красиво говорит. И знает все вершовство английский и иврит. Ой! Это еще откуда. Это они мне в Косклите придумали, я думаю. Хорошо придумали. На лестницу сядет, и меня не будет видно. А что придумали в Меркасклите? Новую песенку про Элис, которая знает иврит. Сейчас, подождите, я попробую ей... Вот она, вот-вот-вот. А, она уже здесь. Там не новую... Я тебе песню помогла. Агностик, отрубай микрофон камеру. Элис, поставь себе номер снова. И вы все. Я прошу прощения, но у меня просто... Это форс-мажор случился. Я не ждя. Поставь тебе снова восьмой номер. Так, поставь восьмой номер. Элис... Это просто пипец. Сейчас, подождите. Сидите, пожалуйста. Сидите, пожалуйста. Сейчас. Свин, а тебя два. И получается, мама. Так, все отключают микрофоны. Говорит, я... Переверпал. Я даю слово... Время госпоже Элис, пожалуйста. А я... Меня слышно? Да. Доброе утро. Я пропустила 5-6-7, поэтому ничего не знаю. Ковырялась с телефоном. То, что я слышала, один-два не играю. Один мне не понравилось, что она рекламировала тезис Мирабель. Это не звучало, как открытие стола. То есть рекламируя этот тезис, сама она не положила ничего столу. То есть придерживаться тезиса Мирабель. А циник, он долго ковырялся в личности и сущности сихопаи. Мог бы тоже стол переоткрыть. То есть я ничего не поняла с ними. Стройка в зубы согласна. Четверка по полиции согласна. 5-6-7 не слышала. Поэтому, чтобы не переигрывать, пока оставляю за сколько, извините. Буду на следующем столе, на следующей круге слушать. Сама красная игру. Спасибо, пас. Спасибо, Иван. Пожалуйста, минуты 9. Доброе утро, город. По поводу чтения эмоций, ребята. Сейчас в личку можно написать вообще все, что угодно. И делать покерфейс сколько угодно. Нет смысла чтения эмоций. Вообще это, как вы понимаете, только мирным можно как-то читать эмоции. А мафия между собой в личке переписываться будет и все. То есть это только для нас, для мирных, чтение эмоций. Всем остальным мафия. Мне кажется, сейчас мафия самый идеальный способ играть. Через интернет просто написал, вот как бы друг друга знаете. Не может быть вообще никаких несострелов. Поэтому очень тяжело. Это игры, все идут больше на мафию. Поэтому мирным жителям надо быть более внимательным. Играю 3-7. 4 пока, ну, как бы, 4. Следующая после 3-7. Игрок номер один. Ну, речь опять-таки хорошая. Но я бы сказала, с моей точки зрения, это для мафии. И то, что рассказала игрок номер один, более выгодно для мафии, но не для мирных больше. Как бы, не для кого. И, в принципе, все 6 неопределенно. 10 секунд. Элис, скорее всего, да, тоже будет. То есть 3-7, возможно, 4-8. Спасибо, папа. Спасибо. И минута игрока номер 10. Включился? Пожа польза. Да, пожалуйста. У меня тоже случился некий конфликт с компьютером, поэтому я не все помню. Начнем с того, что 1-2 я не играю, поскольку я помню. 3 играю, 4 играю. Дальше, честно говоря, совсем не помню. Но я знаю, что я с девяткой поиграю, потому что мне лично нравился эмоционал. Отключите, пожалуйста, микрофоны, те, кто сейчас не говорит. Так, скажи, пользуясь, продолжайте. Поэтому играю 3, 4 и 9, потому что остальных не помню, что там было, у кого. Спасибо, пас. Спасибо и вам. Итак, по нулевому кругу никто не был выставлен. Город уходит в ночь. Я напоминаю, все отключают камеры и микрофоны. Мафия стреляет, отправляет ведущему номер игрока, которого вы хотите убить. Продолжение следует... Продолжение следует... Дон отправляет ведущему, кого он хочет проверить. Секунду. Дон получает проверку, шериф получает проверку. Так, одну секунду. Город продолжает. Доброе утро, город. Доброе утро, город. Все включают камеру. Ну вот здесь говорили очень много о ситуациях, которые... о преимуществах, которые дает данный вид мафии. Госпожа Элис, господин Джейк, просыпаемся. Однако же мы ошибались, потому что на сей раз ситуация, что как раз та ситуация, когда мафия не сострел. Пожалуйста, господин Цинник, вы открываете круг. Да, удивительно. Ну что ж, тогда у нас получается просто выстрелять двоих фильмов на саркозрительных. У меня есть примерно два подъездных игрока. Я спрашиваю, кто-то наиболее позитивный для меня. Я тут не вижу в камере, чтобы они проснулись, чтобы их видеть. Где у нас игроки 9 и 10, пожалуйста. Госпожа Польфе... А 9 я вижу, а 10 где? Потому что 9 не понравился по эмоционалу. Она по ее словам, она поиграла по всем городам, кроме игрока 10, и меня как бы она поиграла. У меня получается черный, такая десятка. Это я, поэтому я выстроил игрока номер 9, 10 мне еще очень не понравилось, потому что она поиграла после того с девяткой, это было вообще как бы по меня ужасно. Для меня сейчас 9-10 самый подзывательный по столу, но при этом я не хочу 9-10, потому что это будет плохой, очень попил. Поэтому я хочу пилить либо 9-10, либо девятку, либо десятку с кем-то с этой полной стола, чтобы он легкий попил. Может даже со мной, в принципе, если я так плохо пил. Я пока поиграю с тем, кто мне понравился. Ну, 3, по свету стола он самый красный. Он не поиграл со мной, но он по свету стола самый красный получается. И семерка очень хорошо поговорил. Я играю, если мы не поиграли, но пока мне понравилось 3-7. И, по-моему, пятерка. Неплохо все. Поскольку поиграл, я поиграю 5-3-7-2 пока. А 9-10 у меня там где-то очень плохо сидят. Ну, по-моему, опять восьмерка вроде была, что я номера не вижу. Элис, которая опять без номера. Она как бы позиции не дала, по ней ничего не искать. Именно это серый игрок полностью. А, 10 секунд? Шестерка, а то на шестерку что я не вижу. И у вас время. Спасибо. Минута игрока номер 3. Я повторю для тех, кто подсоединился. У мафии был не сострел. Доброе утро, город. Ну, господин Циник нормально поговорил. Он и на прошлом кругу, в принципе, неплохо поговорил. Но он поиграл с единицей. И именно из-за этого я вас не взял. Потому что вы долго разбирались. Я думал, вы не поиграете с единицей, я вас возьму. Но вы поиграли с единицей, поэтому я вас не взял. Сейчас мы покраснее. Вот, кем я, кто мне по прошлому кругу понравился. Мне 4 понравилось. Вот, 5 взял, двойку команду. Я ее не взял, то есть по позиции он мне не подошел. Хотя говорил, говорил хорошо. 6 мне, абсолютно не понравилось 6. Я просил 6 на проверку. Я, то есть не знаю, я несколько раз просил 6 на проверку. 10 секунд. Выставляю игрока номер 6. 6 принято. Может, будет сейчас какая-то информация или не будет. В принципе, я согласен, что можно двоих попилить. Почему не попили двоих? Сейчас послушаем, что еще будут другие игроки говорить. 7 мне понравился еще игрок номер 7. Вот это моя команда. 2, 4, 5, 7. Спасибо. Что, еще время осталось? Я еще поговорю. И у вас время. Спасибо. Пожалуйста, игрок номер 4. Госпожа Солнышко. Доброе утро, город. Ну, ценник получше поговорил этот раз. Ценника. Поиграю, хоть он ракурс камеры не поменял, но да ладно. Ну, продолжаю играть с диделем. Я просила на проверку 5, но как бы, как говорит, 6, мне тоже не нравится. Согласна с выставлением шестерки, только я не поняла, с кем дизель хочет ее пилить. Может, напишите мне в личку с кем пилить или как-то там. Ну, я не против, купила. Если пятерку проверили, я тоже узнаю. Пока выставлять не буду, послушаю еще раз. Нравилась речь восьмерки. Поиграю с полцей. Десять секунд. И поиграю со Свеном. Свенна речь хорошая. Видимо, у нас по поводу Свена, по-моему, да, здесь я добрый огласен. Ну, короче. И у вас время. Спасибо. Спасибо. Выключайте микрофон, пожалуйста. Я поясню, красные игроки исключительно могут писать в общий чат, например, просить на кого-то проверку, но в личку красные игроки между собой. Мы просим вас не переписываться, поскольку это будет сильный отход от правил мафии. Мы это не можем проконтролировать, но как бы не стоит этого делать. Пожалуйста, минута игрока номер пять. Доброе утро, город. Переобуваюсь. Значит, перебуваюсь на счет игроков три и четыре. То есть, с четверкой я не играл по прошлому кругу, с тройкой я сейчас не играю. Значит, объясню, почему. Потому что, скорее всего, проверяла шестерка, я так думаю. Двое или больше человек послали ее на проверку, правильно? Зачем ее выставлять до ее речи, пока она не поговорила? Зачем это делать? Я не вижу в этом смысла абсолютно. Пусть она поговорит, пусть, может быть, кто-то объявится. Может, она красная проверка, может, она черная проверка. Что-нибудь мы узнаем. После ее речи, правильно? Поэтому, господин Дизель, мне его не нравится. Я просил проверить. Я ее выставил. Максимум можно не голосовать. А как я после того выставлю ее? Пусть кто-то другой выставит. Пусть кто-то другой выставит. Нет проблем. Значит так, что у нас по прошлому кругу тех, кто шел после меня? Не знаю, насчет шестерки, она была проверкой, это выяснится более-менее. Это будет либо шесть, либо семь, либо кто-то еще. Значит, поиграю, скорее всего. Ну, восемь, она не слышала речи пять, шесть, семь. Я даже не знаю, что по ней сказать. Так бы, хотя бы было более-менее ясно. Продолжаю играть с циником, с психопаткой пока не играет. Продолжаю играть с циником, с психопаткой, с психопаткой, с психопаткой. И восемь пока за скобками, потому что она, ну, не всю позицию сказала, еще и про меня не сказала. А девять, девять сказала большинство своей речи про первый номер, поэтому она и какую-то позицию такую не назвала. Вот, так что я не могу тоже про нее, ну, пока за скобками. А десять. Десять и год. Я не теряю, кто десять. А, да, десять поиграла. Девять это то, что я помню, поиграла еще. И у вас время. Спасибо. Пожалуйста, минута игрока номер семь. Я с вами играю, господин Циник. Господин Циник, я с вами играю. Десять играл, потому что она вообще мало сказала. У вас время, госпожа Афтемиды. Да, пожалуйста, господин с вами говорите. Господин Циник, я с вами играю, господин Дизель тоже с пятеркой я не играю, с четверкой играю. И с кем, вот кого пилить можно, я не знаю сейчас. Честерка сказал, что она красная проверка, типа красная проверка, что она не голосуется. Кого можно попилить? Я выставляю господина Джейка на голосование игрока номер пять. Выставляю игрока номер пять. Пять принято. Будем пилить пять. Будем пилить пять. И кого еще? Я не знаю. Послушаем там девятку, послушаем десятку. Десятка мне не понравилась. Пилить оставляем, конечно же, чтобы маха не сострелилась еще один раз. Но я, конечно же, очень в этом сомневаюсь. Играю с Циником, Дизелем и Солнышкой. Восьмерка, пожалуйста, скажите вашу речь, что вы думаете, потому что я вас плохо слышал. С лихопатными раскопками как по нулю. Десять секунд. Спасибо, папа. Спасибо. Пожалуйста, минуту восемь. Госпожа Элис, она с нами? Госпожа Элис, у вас время. Включайте микрофон. Микрофон, да. Да, 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 доброе утро. Доброе утро здесь, госпожа Элис, красный игрок. Так, господин Циник намного лучше поговорил. Да, я переобуваюсь по поводу господина Циника. Мне не понравился заруб между 3 и 5. Джейк и Дизель. Джейк кинулся так полезно Дизеля, что зачем вставлять. Я понимаю, я хочу защитить господина Дизеля, что действительно, кто потом выставит. Это его было желание дожидаться, пока поговорит. Проверка, не проверка, ее могут не озвучить. Поэтому, да, согласно с вами господин Свен, давайте пилите пятерку. 2-3 играю. Солнышко по позиции играю. И господин Свен с вами по позиции играю. Девятка действительно, то, что я слышала, она только ковырялась в единице. Сейчас будем слушать. Но пока так. 2-3-7 уверенно, 4 по позиции. Спасибо, Пас. Спасибо и вам. Пожалуйста, минуты 9. Госпожа Ахуа. Я ошибаюсь, или номер 10 отвалился? Просто начинаю говорить, что игрока нет, я не вижу. Она здесь, она сейчас подключается. Так я, давайте я подожду, пока подключится игрок. Мы ждем пользу. Да, ладно. Так, она с нами, пожалуйста, говорите. Окей, значит, по следующему кругу ценник для меня сейчас выглядит покраснее. Я с ним, он там прилагал со мной пилиться. Вот я с ним не согласна пилиться, для меня он красный. Если вы хотите выстоять, я уверена, что красное яйцо знаю. Спасибо, мафия, вы не сострел, вы меня так порадовали. Вот. Играю с игроком номер 2, 3, 7. Я не знаю, почему игрок номер 7 не играет с игроком номер 5, он выглядит для меня черным. Вот. Но пока те игроки, с которыми, да, я точно, относительно точно могу сыграть, это только 3 игрока, 2, 3 и 7. Вот. По поводу игрока номер 4, да, по-прежнему для меня ничего такого не сказать, не знаю, не против, она у меня следующая, как бы в серой зоне. Вот. И игрок номер... Сейчас, плохо видно всех. 10 секунд. 6, говорят, проверка. Хорошо, я бы поставила игрока номер 1, но сомневаюсь, поэтому не знаю. То есть, пилиться согласно... И у вас время. Но не 2 и не 3. Спасибо. Пожалуйста, минуты 10. Доброе утро, город. Я играю с игроком... Секунду. Играю с игроком номер 4. 3. Сейчас. Не видно. Потом 3, 4. Потом 8. Вот. Всё. Всё. 10 секунд. И выставляю. Выставляю. Ладно, не выставляю никого. Спасибо, босс. Спасибо и вам. Минута 1. Доброе утро, город. Я сейчас слышал просто огромную кучу ужасных речей. Ценник поговорил... Игрок номер 2 поговорил сумбурно. Игрок номер 3 почему-то в него влюбился. Игрок номер 4... Говорю плохо ещё с прошлого раунда. Кстати, выставляю игрока номер 4. 4 принято. 5. Хорошо, что шериф, потому что... И что вскрылся. Потому что до этого я его дичайше подозревала во всех смертных грехах. Но вы уже простите. Но вы шериф, и я вас верю. Единственный шериф. Это замечательно. Потом. Артемида, ваша красная проверка. Это хорошо, потому что тоже там... Ну, речи были не фонтан. Господин Свен, мне тоже кажется подозрительным. Я бы... 10 секунд. Я бы попросила бы на проверку, чтобы было проще где-то разобраться. Сейчас. Игрок номер 8, хотя бы... И у вас 3, 2, 1, 9. Спасибо. Итак, город переходит в зал суда. На голосовании выставлены игроки. 6, 5, 4. Голосуются в порядке. 6. Госпожа Элиса, опустите руку, пожалуйста. Мы еще не голосуем. 6, 5, 4. Госпожа Всезападка, отключите, пожалуйста, микрофон. Итак, поднимите, пожалуйста, руку за игрока номер 6. Ноль голосов принято. На голосовании игрок номер 5. Поставьте руку за игрока номер 5. Один голос. Один голос принято. Спасибо. И поставьте руку, кто не голосовал. Госпожа Артемида, госпожа Польза. 9 голосов уходит игроку номер 4. Игрок номер 4. Вас посчитали мафией в 8 минутах. Ну, молодцы, че. Польза. Красавица вообще, когда говорят, выставь хоть кого-нибудь. На, щелк, щелк. Я не знаю, подозреваю, просто, что она вылетает постоянно, она не сосредоточена. Но игра, конечно, капец. И так как бы у мафии тут вперед, как бы, ну, фора есть такая. Так, единицу нечего проверять, единица черная. Ну, смысл бы меня выставлять. Ну, вообще, в принципе, у единицы есть смысл меня выставлять? Да, давайте второй, я согласна. Ну, я не знаю, есть ли шансы у Красного города, но я желаю все-таки еще посражаться. Спасибо. Спасибо, Иван. Спасибо, Паш. Попрощаемся с игроком. Отключите, пожалуйста, видео и микрофон, и вы можете оставаться с нами. Но город уходит в ночь. Все отключаем камеры и микрофоны. Госпожа Польза. Спасибо. Итак, мафия выходит на охоту. Спасибо. Дом получает проверку. Шериф спрашивает у ведущего, делает проверку. Доброе утро, город. Все просыпаемся. Опустите, пожалуйста, руки, те, кто голосовал. Как руку поднимать, я так не поняла. А в чате? Я не подняла руку. Хорошо, ваша рука ушла к последнему голосующему, стоящему голосованию. Я так не поняла. Пожалуйста, игрок номер пять, у вас минута, вы были убиты. Проверил семерка, семерка красная. Лучший ход один. Так, кто у нас остался? Почему один, вы же с ней играли, я не понимаю. Она вас просила проверить семерку. Семерка красная. Ну, да, да, да. Один. Ну, восемь, наверное. Один восемь девять. Один восемь девять. Спасибо, Пас. Спасибо. Господин Джейк, вы можете отключить микрофон и видео. Да, спасибо. Стол открывает игрок номер три. Госпожа Ксихопатка, отключите, пожалуйста, микрофон. Выставляю игрока номер... Нет, номер один. Один принято. Один принято. Я хотел выставить. Мне не понравился игрок номер один на нулевом кругу. На предыдущем кругу не поставил. И мне не понравились игроки, которые сидели в конце стола. И когда было понятно, что на голосовании стоят только шериф и его красная проверка, и они отказывались. Туда ближе восемь, девять, десять, один, которые не выставляли еще одного игрока. Я там кричал, можете в чате посмотреть. Я кричал, выставьте еще кого-нибудь. Пусть стоит только... А надо было рисковать попилом? А не было никакого попила. Про попил мы не договорились. Это, кстати, Фоуд, ведущая, уснула. Да. Вот. То есть не было же никакого попила. Я предлагал попил. С игроком номер пять я играл. Я понимаю его... То есть его как шерифа, его возмущение, что я его красную проверку выставил. Но тогда еще не было известно, что это красная проверка. Я пока продолжаю играть. С игроком два и семь. Десять секунд. И шесть, как красная проверка. Два, шесть, семь я играю. Остальные для меня один почернее. И десять для меня почернее. Восемь и девять под подозрением. Надо разобраться, кто из них красный. Вот. И у вас время. Спасибо. Пожалуйста, минута четыре. Игрок номер четыре. А, прошу прощения, у нас госпожа Солнышко была заголосована. Игрок номер шесть. Пожалуйста, ваша минута. Доброе утро, город. Я... Мне вызывают подозрение. До сейчас, я не знаю, типа... Единицы мне подозрительны, но еще мне подозрительно очень десятка. Наверное, она просто, я не знаю, типа она не выставила тогда, но, ну, кого-то еще, когда были выставлены шерифы, красная проверка его. Так что, я расставляю игрока номер десять. Десять принято. Спасибо. И сейчас я, получается, играю семь, как красная проверка. И я думаю, я играю с три. И пока я так как-то... Не знаю, восемь, девять тоже что-то непонятное, типа... Девять по столу почти не говорит. Десять секунд. А восемь... Я еще не решила, я послушаю. Спасибо вас. Спасибо. Пожалуйста, минута и группа номер семь. Вот я хочу понять эту ситуацию, да. Весь стол, говорит семерка красная, весь стол семерка играет, а только один черный групп повлиял на шерифа, что пошел проверить семерку на красноту. Такого вообще нет, вы понимаете? Выставляю игрока номер один на голосование? Один стоит, по-моему, уже, нет? Стоит. Хорошо, я выставляю игрока номер девять на голосование. Девять принято. Я... У меня там мафия один. И между... Между восемь, девять, десять я хочу послушать восьмерку сейчас. Я думаю, там сидят очень много мафии, понимаете? И будем решать. Будем решать. Для меня десятка подозрительная, десятка единица, а между восемь и девять надо находить третьего мафия, ребята. Красный город, господин Дизель Циник, я с вами играю. Десять секунд. Я думал, что... Я думаю, что солнышко ушло по красному. Спасибо вам, папа. Спасибо и вам. Пожалуйста, минута восемь. Доброе утро, Элис, красный игрок. Я сейчас полезла в чат, и господин Дизель кричал там, проверьте того, проверьте чего, выставите. Дело в том, что при такой связи я половину вашей речи, господин Дизель, тоже не слышала, поэтому... Да, я никого не выставила, но сейчас я контрольно выставляю игрока номер десять. Госпожа, госпожа, десятый стоит, да? Я знаю, но мне действительно не нравится. Солнышко уходило по красному, это просто получилось такое нехорошее вот стечение обстоятельств. Кстати, господин Джейк, убиенный, просил вас выставить, господин Свен, но сейчас все ясно, он шериф, он вас проверил. Я с вами играю, с шестерки я играю, хотя она сказала, что ей не нравлюсь, я попала в завещание, но действительно с такой связью, если хотите, выкидывайте меня. Хотя я сейчас вроде установилась компьютерно. Мне вот все равно смущает немножко господин Дизель, вы с ним не играете, но у нас с господином Джейком был небольшой заруб. Циник непроверенный, поэтому уверенно с ним играть тоже подозрительно. Я уверенно играю с семеркой и с шестеркой, с проверенной. И, к сожалению, пока не могу себе позволить. Но Дизеля я как бы просто сомневаюсь, но не знаю, посмотрим. Вы пока в моей команде. Спасибо. Пожалуйста, минута игрок номер девять. Госпожа Аква. Мы не очень, как раз говорили про эмоции, как считать эмоции у красных игроков. Вот я у Элис видела только нос и губы. Считать ничего не смогла. Значит, моя команда шесть, семь, три, девять. Я, потому что я знаю, что я красная. Выставление меня, ну, блин, еще вот как солнышко ушло, вот просто по-тупому, слито. Да, надо было выставить игрока номер один. Я не знаю, выставлен игрок номер один. Еще раз повторно выставляю игрока номер один. Потому что это однозначно человек, которого надо сейчас носить. Остальные у меня круг подозрения. Один, восемь, два. Восемь ничего не могу сказать. Видела нос. Все. Вот. И, возможно, игрок номер десять. То есть я бы выставила игрок номер один и игрок номер десять. Ты выставляй игрока номер десять тоже, да? Стоит. Да. Окей. Все, мне в принципе нечего добавить. Я красный игрок. Ребята, вынесите меня. Ну, уже все. Я не думаю, что будет такого везучего несострела, как первые... И у вас время. Спасибо. Минута десять. Госпожа польза с нами. Госпожа польза. Да, да, здесь. Да, говорите, у вас нет. Девять. Мне сейчас не сильно понравилось. Я думала, что у нее как-то поэмоционалу можно понять, а она всегда радостная. Такая, ну нет. Окей, не поиграю. Играю пока что все. Шесть. Мне сейчас... Ну, чуть меньше нравится. Пока сегодня поиграю, поставлю в заскобки. Вот. А выставления какие были? Может кто-то в чат написать? Пожалуйста. Пусть. Кто выставил? Один на десять. Окей. Наверное, Вадим все-таки в другую. Не всегда же. Вот. Ариш, не всегда. Так. Ну, солнышко, наверное, скорее всего ушло по красному. Я ее не выставляла. Мне просто сама пальчик не нажался на эту руку. Я не знаю, где она. Это рука, поэтому... Спасибо. Минута один. Значит так. Никого выставлять не буду, мне выставление подходит. Я теперь так. Нужен мазорегламент. Потому что свин переписывается по ночам, когда всем полагается спать. Это раз. У нас загробные звуки, как минимум от двух игроков. Это два. Ну, это типа нормально. Хорошо. Дальше. Половина игроков отрубается посреди речи. Ну, извините. Я прошу прощения, у меня включен микрофон, у меня дети на голову лезут. Ну, это, как говорится, я виновата. Мне тоже полагается за это фу. И теперь так. Вы уже решили меня выносить? Ну, можно сказать, что поздравляю город с правом на ошибку. Это будет, по сути, баланс. Почему я выставила солнышко? Потому что 5 и 6 нельзя было ни в одного из них голосовать. И я выставила игрока, который был на тот момент самым подозрительным для меня. Или мне что, надо было не сказать, что вы думаетесь, как делать попил правильно. И при непривычной системе. Да? Надо было. Знаете, вы бы точно сломали, и я не знаю в кого. И у вас время. Спасибо. Итак, минута игрока номер 2. Пожалуйста, господин ценник. Доброе утро, город. Не понимаю, как играть, когда есть два игрока, которые постоянно вырубают. И нельзя понять, как бы, их речь и черный, потому что они ничего не просто не видят в игре. Либо потому что они, как бы, черные. Выставляю 9, выставляю 10. Выставляю 1. Выставляю. Окей, вот это, как бы, у меня там очень много Мафии 9, 10, 1. По 8, 10, я не знаю, они черные, потому что я сказал, что, как бы. Ну, по тройке я просто, как бы, не буду давать в цвет, потому что тройка, как бы, он даунтаприл в шерифа, как бы. Потому что, наверное, это был либо развет, либо просто, как бы, что Джейкам, как бы, тяжело. Тройки, просто, ну, все играют 6-7, как бы, но тут, как бы, из них красные проверки единственного шерифа. Ну, тут надо еще какой-то одного красного. Ну, пока я всех красных, говорю, вот. Ну, наверное, тройка будет менее подозрительная, хотя... 10 секунд. Тут тяжело разобраться с тройкой. Я, пускай, у меня 9-10, там, более подозрительные, чем один. Потому что один спасал шерифа, как бы, по красной поверхности. И у вас время. Спасибо. Итак, после выступления всех город переходит в зал суда. На голосование игроки 1-10-9. Голосуются в порядке 1-10-9. 1. Кто за то, чтобы город покинул игрок номер 1? 2 голоса принято. Кто... 9. Кто... Пожалуйста, голосуйте поднятием руки. Кто за то, чтобы город покинул игрок номер 9? Госпожа Артемида, вы уже голосовали? Опустите... Опустите руку. 1 голоса принято. Кто за то, чтобы город покинул игрок номер 10? Поставьте руки, кто не голосовал. 2 голоса. Сколько у нас сейчас? 1 секунду. У нас поделились голоса. Сейчас. Сколько у нас игроков? Секунду. 1, 2, 3, 4. 9. У нас, получается, игроки 1, 10 и 9 набрали по равному количеству голосов. На будущее, пожалуйста, голосование проводим только в чате поднятием руки. Опустите сейчас. Я вам сейчас опущу руки. И... Потому что достаточно сложно считать, когда кто-то здесь, а кто-то там. Игроки были очень... Как может по 3 голоса быть? 8 нас. Солнышко и Джейк ушли. Я предлагаю переголосование. Я тоже... Давайте так. Мы голосуем только поднятой рукой. И когда я скажу принято, я сама убираю руки и голосую за следующего кандидата. Итак, порядок голосования. 1, 10, 9. 1. Кто за то, чтобы город покинул игрок номер 1? 3. 4 голоса. 4 голоса. Так. Опускаем. 10. Кто за то, чтобы город покинул игрок номер 10? 10. 2. Кси. Руку поднять в чате. В чате. 3 голоса. И 9. Опускаем руки. Подождите. 9. Один голос уходит игроку номер 9. Итак, игрок номер 1. У вас минута. Игрок номер 1. Значит так. Если снять шерифа и красную проверку с папила, это черный ход, то хорошо. Я черный игрок. Если снять шерифа и красную проверку. Если выставлять самого подозрительного игрока для меня, да, я черный игрок. Если подозревать кого-то по плохим речам, это черный ход. То я черный ход. Но вот только одна беда. Я красная. Я красная. Ну, хорошо. У нас уже нету права на ошибку. У нас шериф был убит. Настоящий. У нас ушел игрок, скорее всего, красным. И вы сейчас убираете еще одного красного. Господа, мафы. Поздравляю вас с победой. Спасибо, пас. Спасибо. Город уходит в ночь. Мафия отправляет номер игрока, которого они убивают, ведущему в личное сообщение. Шериф делает проверку. Дом делает проверку. В городе утро. В городе утро. Утро доброе для города. В мафии еще один не сострел. Стол открывает игрок номер, секунду, кто он, Артемида. Пожалуйста. Доброе утро, город. Мне так интересно, как получаются эти не сострелы. Мне нравится, как Свен им радуется. Такой, да, ура, ура. Но, в общем, мне правда интересно, как это у них получается не сострелиться в таких условиях. Так что я подозреваю Акву не за это. Но, я не знаю, типа, остается у нас польза. Мне кажется, что сейчас стоит сносить либо пользу, либо Акву. Я не знаю, типа, кого точно. Наверное, все-таки, не знаю, мне более странно, кажется, польза, типа, она вообще не следит за тем, что происходит. И она говорила, что шесть подозрительная. И, типа, хотя шесть проверенная, но я, то есть, вообще, я не знаю. Я выставляю игрокам номер десять. Десять принято. Ну, один голосовал в десять. Точно ли один? Ну, да, один точно в черный. Я не знаю, когда, типа, сложно как. Десять секунд. Вот, в общем, спасибо вас. Спасибо и вам. Пожалуйста, минуты игрока номер семь. Выставляю игрока номер девять. Девять принято. Я не знаю. Для меня циника и дизель красный. Я у меня осталось, я не знаю, у меня там осталось, как всегда, девять восемь десять. Что делать? Что будем делать? Единицу я, это, вот, в последний момент я решил в нее поставить руку. Очень сомневался. Очень сомневался. Но это не факт, что она черная, вы знаете. У нас солнышко могло уйти по черному. Черная. Это не факт, что у психопатка ушла черная. И не получилось, что из-за этого десятка выходит красный, господин Дизель. Я не знаю, что будем делать. Ну, два раза не сострел, это, конечно же, смешно. Четыре более красное. Но все может быть, господин Дизель. Я не знаю, все может быть. Но единица черная. Десять секунд. Единица черная, это, скорее всего, единица черная. Но у нас всегда все бывает, все может быть. У меня подозрения девять. И у вас время. Спасибо. Пожалуйста, минута, игрок номер восемь. Доброе утро. Отвожу телефон подальше, чтобы видели не только нос. Не знаю, что вам кажется, господин Свен. Я продолжаю с вами играть. Я знаю свой цвет. Я красная. И для меня уверены красные сейчас вы и Артемида, потому что проверенные. Значит, шесть, семь, восемь. Я пока могу быть уверенной. В цинике я не могу быть уверенной. Он непроверенный. Что вы все в эту единицу черная-черная? Она что, проверенная? Откуда такая уверенность? Просто эмоционал? Или как ее нос вмещался в экране? Я выставлю игрока номер десять. Я в нее голосовала. Стоит, да? Вон она тем более присоединилась снова. Пусть слышит, что ее ждет. Я считаю, что за столом могут быть девять, десять и, допустим, два и три. Три может хорошо сидеть. Я не исключаю, господин Свен, что три может быть с ними. И вот эти две дамы. Я считаю, что до сих пор три мафии за столом. Это я точно уверена. Но я не из их числа. И я еще раз повторяю, шесть, семь, восемь уверена. Остальные все под подозрением. Единица могла уходить по красному. Спасибо. Пожалуйста, минуты девять. Как три мафии. Восторжи, как можно в чате... О, господин Хрэн. Здравствуйте. Я, в общем, я восторжи, как можно не застрелиться в чате, где идет переписка. Это не распознать буквы. Короче, вообще восторж просто приводит меня это все. Значит, моя команда по-прежнему шесть, семь, девять, три. Играю. Хотя, да, какие-то пошли круги напряженные. У меня из тех, кого я подозревала, остались подозрительными. Восемь, десять. Все. Я выставляю на голосование игрока номер десять. Есть? Встает. Отлично. Вот. И на следующем круге я хочу еще раз послушать игрока номер восемь. Вот. Для меня это следующая мафия. Все. Для меня лично сейчас составили две, которые максимально вероятны мафии. Это десять и восемь. Два и три. Если сидят, то хорошо сидят. Ну, прям, ты не проиграй. Вот. Все. Ну, как бы шесть им. Очевидно. Десять секунд. Даже без вариантов. Все, спасибо. Нечего добавить. Спасибо, Иван. Пожалуйста, минуты десять. Госпожа Польза с нами. Нет. Ждем. Ну, она подсоединяет. Да, давайте подождем. Так, господа, не по игре. Я думаю, что нам надо будет разработать регламент переписки в чате, поскольку то, что сейчас происходит, это уже очень далеко от той мафии, к которой мы привыкли. То есть, не знаю, надо думать, что можно писать, что... Я могу сказать, ночью не переписываемся. Ночью это само собой. Днем тоже должно быть ограничение по переписке. Но если само собой, то почему даже фола не дала? Потому что это не было оговорено. Это не было оговорено изначально. Нельзя давать фолы за нарушения, которые не попадают под какие-то запрещенные вещи. Нет, а вот убитые и загласованные стали писать в чат. Ну, это же неправильно. А нам нужно работать... Не нужно. Есть вещи, которые само собой разумеются. Например, не показывать, извините, сиськи в камеру. А где ты сиськи увидела? Покажи, мы тоже хотим посмотреть. Да, а что, почему я не видел? Можно повторить? Просто не знаю. Не показывайте. Так, извините, госпожа Пользова, у вас минута. Госпожа Тихопатка, выключите, пожалуйста, камеру. Тайм-аут окончен. Камеру тоже. Пожалуйста, госпожа Пользова, у вас минута. Спасибо, я вернулась. У меня просто переключается по технике Wi-Fi, не знаю, что происходит. Начнем с того, что выставляли камеру 9. Да. Буду голосовать у него. Потом, мне кажется, что, скорее всего, солнышко уходило красный, а психопатка первый номер уходил чёрный. Три. Так. Вот, ну, можете предменять, что уберите потом её, если ничего не поменится. Я считаю, что осталось ещё два игрока, которые чёрные. Проверяю, смотри, можно проверить три. Вот. Спасибо и вам. Пожалуйста, минута. Игрока номер один. Прошу прощения, игрока номер два, господин Циник. Спасибо. Доброе утро, город. Понятно, что кто-то между единицей и четвёркой уходил точно один чёрный. Это понятно. Вопрос, кто уходил. Если уходила единица чёрная, тогда скорее как бы она голосовала десятка, значит, там скорее десятка будет более красная. А если уходило солнышко чёрное, тогда скорее единица более красная. Ну, понятно, что единица красная. И тогда вот на меня десятка будет по-английски. У меня между девять и десять точно один чёрный сидит, как бы там нет двух красных у меня. Ну, по-английски сейчас играет шесть-семь, ну, это понятно. А вот у меня девять и десять. Подозрение у меня всё-таки будет... Получается... Три-четыре ушёл один чёрный. Получается, я сейчас... Я буду касаться сейчас в десятку, потому что для меня она как бы наиболее. Либо я так вырубаю, что я не понимаю, что происходит в игре. Потому что... Борич просто огонь для меня. А потом буду думать. По речам... Десять секунд. Может, чтобы их не сострелы. Афа будет счастлива. И у вас время. Спасибо. Пожалуйста, господин Дизель, игрок номер три. Доброе утро, город. Ну, смотрите, во-первых, один для меня почти наверняка чёрный. Она сейчас... Что она сказала? На голосовании было выставлено шериф и красная проверка. Надо было выставить ещё кого-то. Я выставила игрока номер четыре. А потом в конце что она говорит? Молодцы, вы вынесли шерифа, вынесли красного игрока. И теперь выносите ещё одного красного игрока. Значит, красного игрока, которого мы вынесли, это того, кого она выставила? То есть вынесли шерифа, выставили красного игрока, которого она поставила третьим на голосование, который точно уходил. Не красная проверка и не шериф. Уходил в красный игрок. То есть это совершенно чёрная речь. Но меня смутило. я считал 1 и 10 самых черных. Кстати, я выставил игрока номер 1 первого, если вы считаете черным игрока номер 1. Меня смутило в конце ее речи, что она выставила что, вернее, не в конце речи на голосовании, что она голосовала в десятку. Вот это меня смутило. Это как бы немножко окрасняет десятку. Для меня сейчас самый подозрительный игрок номер 8, который окрасняет единицу. И это время. Спасибо. О, и 9. Это ваш третий флот, господин Свен. Город переходит в зал Судан. На голосовании игроки 10, 9. Голосуются в порядке 10, 9. 10. Прошу голосовать поднятой рукой. Кто за то, чтобы город покинул игрок номер 10? Принято 2 голоса. Спасибо. Опустите руки. А кто за то, чтобы город покинул игрок номер 9? 4 голоса. 4 голоса. Пожалуйста, игрок номер 9. Вы набрали большинство лайков. Лайков у вас много. О, люди, ну вы так лоханулись. Я прям в шоке. Нет, я красный игрок. Блин, мне ведь надо проголосовать. 10, 8. Ребята, 10, 8. Надеюсь, вы в следующем круге не протупите. Очень на вас надеюсь. Давайте хотя бы город выиграет. если вы выносите красного игрока. Хотя бы уже как по-умному там. Я знаю, игроки 6-7, ну я как в шоке. Ну вот опытные игроки, молодые, мозги не запутали. Ну как так можно? Все, в принципе, добавить нечего. Давайте как бы постарайтесь выиграть. Не, не слить игру. Удачи, город. Спасибо. 10, 8. Это конец игры. У вас фолк, господин Дизель. Попрощаемся с игроком. и город уходит в ночь. Мафия отправляет ведущему номер игрока, которого хотят застрелить. шериф спрашивает, кто черные, Дон спрашивает, кто шериф. шериф, шериф. шериф. Продолжение следует... 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 все время, но было непонятно, потому что она просто так вылетает, или что это, как бы, но она, очень путанная речь у нее была, она играла, по-моему, совершенно рандомальные цвета, называла игроков, играла красными проверками, какой там это она, как бы, вообще, то есть, но сейчас она, как бы, кажется, еще красным игроком, это вообще будет печально, но я, как бы, играл все время, я бы даже, в принципе, с ней готов пилиться было сейчас, я пилиться, сейчас настолько получается, 10 секунд, придется десятка, а у нас раз, два, три, раз, два, три, 6 человек, в принципе, возможно, даже, по-моему, два мафотных слов, возможно, и у вас время, а минута игрока номер 3. Доброе утро, город, на всякий случай, если десятка вернется, выставляю игрока номер 8, вот, для меня 10, 8 принято? 8 принято. Отлично, вот, если десятка вернется, то я буду голосовать в игрока номер 8, 10 для меня тоже сидит по-черному, во-первых, попила не будет, я просчитался, я думал, что нас 4, но это просто десятка отвалилась, вот, и к циникам я считаю покраснее, но восьмерка, которая вот, то есть, для всего города я красный игрок, вы, Элис, на меня залазите, вы окрасняете единицу, единица совершенно по-черному играла, что меня немножко, для меня немножко окрасняет десятку, это то, что единица голосовала в нее, единица, по-моему, черный игрок, она по-черному поиграла, по речам, по позициям ее, поэтому я, я, еще, я на прошлом кругу не выставил восьмерку, хотел выставить, но почему-то прощел, для меня все самые черные войны. Спасибо. Итак, у нас на этом круге игрок 10 к нам не вернулся, покинул, поэтому голосование не проводится, город уходит в ночь. Отключите, пожалуйста, микрофон, господин Сэн. Мафия отправляет номер застреленного игрока, делает проверку Дон, делает проверку Шерифа. Доброе утро, город. Ночью был убит игрок номер 7, господин Сэн, у вас минута. Ну, смотрите, да, тяжело, тяжело, но все равно, я оставляю сейчас, господин Ди Сэн, как раз за столом, если господин Дизель черный, тогда он сейчас уже выиграл эту игру, нечего уже тут заморачиваться. Если он красный, скорее всего, я думаю, да, я с вами согласен, насчет восьмерки, насчет восьмерки, но, но, господин Сэн тоже хорошо может это отсидеться, но для меня восьмерка, да, голосовал, мне это очень нравится, у нас игра не заканчивается, ни 9, ни 10, не успели, тогда у нас, ну, кто еще там может быть, один, например, 8, 9, вау, странно, странно, но сейчас я, господин Дизель, вы самый красный за столом, убирайте восьмерку, наверное, все-таки, все-таки надо убирать восьмерку, потому что я с вами согласен, 10 секунд, выставить там по кругу, так, по правилам угадайки, и смотрите, я буду надеяться, что город выиграет все-таки, все, спасибо, спасибо и вам, отключите камеру, отключите микрофон, пожалуйста, город прощается с игроком, итак, пожалуйста, минута, госпожа Элис. Доброе утро, ну я смотрю, да, тучи сгущаются, я чувствую, что мафия выиграет, у меня есть такое нехорошее предчувствие, и почему-то мне все равно кажется, что это господин Дизель, и если вы так хорошо играете, я просто восхищаюсь, я поздравляю вас, но давайте соблюдем, этот, как это называется, политез, да, регламент, я выставляю игрока номер 2, потому что по кругу мне 2, спасибо, но буду голосовать в 3, если 2 не выставит 3, ну тогда мне трындец, хотя мне и так трындец, я все чувствую, что сейчас меня выкинут, тут остается, ну просто, чтобы вот там сидящие 2 мужчины хорошо поняли, что, ну поверили, что я красная, и сделали свой выбор, хотя мне кажется, у меня шанс даже не 1%, а 0-0-0-0-0 какой-то, ладно, поздравляю матчу с победой, молодцы ребята, действительно, мальчики шикарно, и Циник, и Дизель, и один из вас черный, я-то знаю свой цвет, ну классно, молодцы парни, спасибо, 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 пожалуйста, минуты игрока номер 2, ну обработаю город, 8 выставила 3, тут понятно, как круг идет вообще, я выставила номер 8, 8 принято, в принципе, я сначала говорю, что 8-9-10, я много мафика бы, а кто с ними, или один, то есть там, не знаю, кто там ходит, кто красный был между 8-9-10, ну, 10 трудился, не знаю, 9-8-9, или 8-9, тут как бы тяжело, сейчас 8, и все вырубало, но, я сейчас позавечаю, потому что я тут ничего не понимаю, в принципе, кто тут, 3 оставили точно красным, 3 решает, как бы, 3 игры нет сейчас никакой, в принципе, проголосую, как сказал точно красная 7, ну, как же послушать, конечно, еще Дизеля, но, 10 секунд, как бы, Дизеля, не кипятенскому нету, как бы, он, проще, кем уходила единица, если единица, десятка, как бы, и 10 вместе, пару роликов нет, 10, 8, или, 8-9, и 4 против, и у вас время, вам тут просто весь город, если даже, допустим, вы красный игрок, ну, значит, играйте командно, проиграйте командно, весь город вам говорит, Дизель, красный игрок, а вы на него залазите, то есть, то есть, непонятно, то есть, хочется быть самым разобравшимся, то есть, для, то есть, есть этому только одно оправдание, вы черный игрок, который хотите на меня навестите, 10 секунд, для меня циник краснее, чем вы, несмотря на то, что у нас тут, как бы, традиционная взаимная паранойя, но я считаю вас самым черным игроком, из заставки, я так хорошо играю. Спасибо. Итак, переходим в зал сюда, у нас выставлены игроки 2 и 8, голосуются в порядке 2 и 8, кто за то, чтобы город покинул игрок номер 2? Один голос принято, спасибо. Кто за то, чтобы город покинул игрок номер 8? Два голоса принято, спасибо. Итак, игрок номер 8, у вас минута. Госпожа Элис, госпожа Элис, спасибо вас. Спасибо и вам. И, ну что же, я поздравляю мафию с победы, мафии были игроки 1, 2 и 10. Это нереально было вообще, с этими сострелами, когда десятки с вами вырубают. Так вы не состреливались, объясните. Я десятки пишу, стреляю, это, стреляю, это. Нет, первый раз это была моя вина, возможно, как бы. но потом, как бы уже, когда не было и Ниццы, я просто не мог здесь десятки сострелиться вместе. Это была вообще, как бы, полная фигня. Субтитры создавал DimaTorzok,